Первая часть вашего вопроса касается Косово. Как будет Россия реагировать? Я уже имел возможность высказать по этому вопросу, по этой проблеме. Ещё раз хочу подчеркнуть. Мы считаем, что поддержка одностороннего объявления независимости Косово является неморальной и неправовой. Поэтому территориальная целостность государств закреплена в основополагающих принципах международного права. Есть резолюция 1244 Совета Безопасности, которая говорит о территориальной целостности Сербии. И все члены ООН должны следовать этим решениям. Не хочется об этом говорить, чтобы никого не обижать. В 40 лет существует фактически независимая Республика Северного Кипра. Чего же вы её не признаёте? Вам не стыдно вообще европейцам с такими двойными стандартами подходить к решению одних и тех же вопросов в разных регионах мира? У нас вот Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье существуют как независимые государства. Нам сегодня говорят, что в Косово особый случай. Вранью это всё, никакого там особого случая нет. И все это прекрасно понимают. Всё то же самое. Этнический конфликт, преступления с обеих сторон, де-факто независимость полная. Так надо выработать единые принципы решения этих вопросов. Мы же не загоняем ситуацию в тупик. Мы предлагаем нашим партнёрам выработать единые правила поведения. Зачем же поощрять сепаратизм? Ну вот в Испании не хотят люди жить в рамках единого государства? Ну поддержите тогда там. 400 лет Великобритания борется за свою территориальную целостность применительно к Северной Ирландии. Ну и чего? Чего же вы не поддерживаете? Единые принципы должны быть. Если мы будем поступать по так называемой политической целесообразности, обслуживая политические интересы отдельных стран, мы разрушим международное право и общий порядок. Ведь даже гонка вооружений подталкивается только потому, что малые государства не чувствуют себя в безопасности сегодня. Международное право не защищает интересы малых стран. И, конечно, они вынуждены искать или обеспечивать свою безопасность на путях достижения какого-то нового уровня с точки зрения оснащения себя новейшими вооружениями. Если бы был твёрдый порядок, то не было бы такого страха и такой необходимости. И, конечно, мы поставим этот вопрос в Совете безопасности Организации Объединённых Наций. Конечно, мы его поставим. Значит... Значит... ...